Добрый день, уважаемые зрители, подписчики, будущие заказчики. С вами я, Усманов Павел. И сегодня мы находимся на нашем объекте. Здесь мы строим каркасный дом. Очень часто возникает вопрос, из каких слоев состоит цокольное перекрытие, то есть пол первого этажа. Это очень-очень важная тема, потому что при неправильном расположении мембран или пленок, или их отсутствии, может произойти следующее. Как минимум утеплитель может перестать работать в зимний период, когда пропитается паром, выходящим изнутри помещения наружу, сквозь утеплитель. Утеплитель промерзает и перестает работать. Но еще хуже, когда влага, накопившаяся, сконденсировавшаяся в утеплителе, контактирует с балками, с конструкцией пола, происходит запаривание, загнивание этих конструкций. И очень быстро конструкции придут в негодность. То есть, все вы знаете канал «Стройхлам», и там была серия про каркасник, который сгнил за 10 лет. Именно это происходит, когда или сами строители используют неправильное, или низкоквалифицированные строители не знают, как использовать те или иные пленки. В руках у меня очень важный элемент этой конструкции. Значит, смотрите, давайте пойдем снизу вверх, чтобы было понятно. Снизу мы рекомендуем использовать сетку от грызунов. Это сетка металлическая с мелкой ячейкой, через которую грызуны не могут попасть в ваш утеплитель, в стены дома, поселиться там и так далее. Как бы производитель не уверял, что в базальтовой вате не живут грызуны, но мы хотели бы в это верить, но лучше береженого бог бережет, лучше использовать сетку от грызунов. Дальше идет, грубо говоря, обрешетка, доска, которая держит ветрозащитную мембрану. Снизу приколочена, держит ветрозащитную мембрану, супердиффузионную. Вот она, гитовековская, серая. Она выпускает попавший пар от строительных конструкций, или пар, который находился в утеплителе, или каким-либо образом туда попавший наружу, в атмосферу. Дальше идет в толщине пирога, это конструкция самого пола, это балки, бывают фермы и так далее. Это частный случай. Сверху же на утеплитель с зазором мы укладываем пароизоляционную пленку. В принципе, по СП можно укладывать пленку толщиной 200 микрон, обычную, но мы предлагаем своим заказчикам использовать пленку от производителя, потому что, во-первых, она армированная, во-вторых, она из проверенных источников, то есть она не будет содержать вторичного сырья, вторичного полиэтилена. В-третьих, она действительно сертифицированная, обладает заявленными техническими характеристиками, то есть она действительно не пропускает пар и прослушает достаточно долго. Так вот, даже если вам уложили эту пленку, что является самым, по моему мнению, важным, а, ну естественно, нужно утеплитель уложить качественно, без зазоров. Все места примыкания к балкам, конструкциям обязательно посмотреть, то есть перед тем, как вам строители сдают утепление, нужно посмотреть, прежде чем накроют пленкой. Дальше пленку пароизоляционную мы проклеим вот таким скотчем, но это достаточно дорогое решение, хорошее. Вот, бывают более простые ленты, но используйте ленты проверенных производителей, потому что, если использовать дешевую, она со временем отклеивается от этой пленки, и в итоге она перестает работать, то есть пар даже сквозь нахлёст в пленке проникает. Пленка укладывается на пол, нахлёст там друг на друга и проклеивается вот так скотчем по периметру стен и между собой, естественно. Дальше используется брусок поперек балок, ну и в данном случае будет уложена фанера калиброванная, и поверх нее уже чистовой пол, этого не надо. Надеюсь, понятно рассказал, объяснил. Если нет, пишите комментарии, задавайте вопросы, обязательно ответим. До новых встреч!